Бюджет НАТО стал поводом для споров. На саммите в Брюсселе Дональд Трамп возмутился тем, что союзники не хотят увеличивать отчисления в общий бюджет. Хотя договорились об этом еще 4 года назад. Кто не соблюдает финансовую дисциплину, выяснял Арсений Молчанов. В НАТО поспорили о бюджетных правилах. Приехавший на саммит Дональд Трамп возмутился. Почему Америка платит больше всех? И почему не все союзники держат слово? В 2014-м участники договорились нарастить расходы в бюджет НАТО до 2% ВВП. Латвия следует этому правилу, и мы уже достигли 2% ВВП. Но, конечно, я думаю, это может быть очень полезно для всех стран НАТО. Потому что это необходимо для нашей безопасности в Европе. Это необходимо для безопасности в мире. Но это Латвия. По остальным расклад такой. 8 стран повысят отчисления уже до конца года. Это США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша, Литва и Румыния. Три последние. 2% правда не потянут. У них будет 1,9%. Но вопросов от этого не меньше. Вся прибалтийская экономика, например, в 10 раз меньше испанской. 100 миллиардов долларов. Поэтому и вклад в оборону незначительный. Хотя вот парадокс. Упомянутая Испания тратит на оборону меньше 1%. Как и Бельгия. Тут все дело в абсолютных расходах. И у США, что логично, они самые большие. 670 миллионов долларов или 3,6% от ВВП. Мы ожидаем за последний год самое значительное увеличение военных расходов европейских стран и Канады. Мы видим, что все союзники начали увеличивать расходы на оборону. Конечно, у президента Дональда Трампа очень прямые формулировки и сообщения на тему военных расходов. Но в основном мы с ним согласны. Несогласны делегаты оказались по газовому вопросу. Речь о Северном потоке-2. По нему, как известно, ямальский газ должен пойти в Европу, по дну Балтики в конце 2019 года. И Дональд Трамп посчитал, что энергопроект делает Германию, цитирую, заложницей России. И намекнул на возможные санкции компаниям-участницам. Представитель НАТО Столтенберг, недолго думая, напомнил Трампу. Строительство газовой магистрали – суверенное дело каждой страны. В том числе Германии, которая, к слову, первая выдала разрешение на прокладку труб. К Берлину, впрочем, претензий по расходам быть не должно. И даже наоборот, лидер европейской экономики тратит на армию больше остальных. Два процента, которого бюджетно, это примерно 80 миллиардов евро. И примерно столько же Германия тратит на свой оборонный бюджет. Итого у нее получаются военные расходы не 2%, как у них забито в законодательстве, а фактически 4%, то есть это 160 миллиардов евро. Это такая вот цифра, достаточно емкая. И получается, что содержать армию – достаточно дорогое удовольствие. Поэтому не раз в Европейском Союзе поднимался вопрос о создании единой европейской армии, которая бы снизила нагрузку финансовую на бюджете этих стран. Вашингтон, в свою очередь, по-прежнему держит основной груз на себе. В этом году расходы должны достигнуть 700 миллиардов, в 2019 еще больше – 716. Но это вполне совпадает с мировым трендом. Глобальные траты на вооружение в этом году рекордные за 10 лет – 1 триллион 670 миллиардов. И не исключено, что и бюджеты НАТО придется пополнять новыми ресурсами. В американской администрации предложили тратить еще больше – 4% от ВВП к 2024 году. Но готовы ли союзники к такому повороту?